Есть очень множество разных программ обучения. Я предпочитаю и занимаюсь практическим обучением. Когда человек не просто удовлетворяет свое любопытство, свой интерес, а когда он обучает и все, что заявлено в программе, он этим владеет и может это использовать. Или это директивный гипноз, когда человек знает, что его погружают в гипнотические состояния для того, чтобы провести определенную работу. Или коррекция психологии, психорегуляция, или гипнотерапия, кодирование, определенное программирование, мобилизация спортсмена, или наоборот быстрый процесс релаксации и восстановления. Поэтому целостность программы – это одно, когда человек от А до Я знает программу, и может провести работу и прогрузить в гипнотическое состояние, и выполнить работу, для чего он погружал в человеке в гипнотическое состояние, провести определенную работу до конца, и в дальнейшем прокурировать данного человека. Есть определенные нарушения, которые надо 3 месяца прослеживать, которые, может быть, полгода прослеживать. И поэтому здесь всегда делается так, что через месяц, ровно 2-го числа, вы должны прийти на коррекцию программы. Это обязательно. И всегда гипнооператор должен говорить, что вот вы заплатили единую сумму, а в дальнейшем вы приходите, но это обязательно надо, уже бесплатно. Во-первых, это надо гипнооператору, для того, чтобы прокурировать человека, для того, чтобы отследить его процессы восстановления. Во-вторых, это для пациента очень хорошо тем, что он знает, что это важно, и не надо уже денег платить, это бесплатно. И он всегда приходит. И когда мы курируем и доводим до конца, и после 3-х месяцев или полгода, мы просим, чтобы он рукописно просто написал свой отзыв, что было вот так, а сейчас вот так. И этот результат в течение 3-х месяцев или полгода зафиксировался. Мы знаем, что бывает результат, который называется результат однодневки. Да, человек устал хорошо, ушел там симптом, ну и потом опять все вернулось. Да, то есть или там отожирение, да, то есть был процесс похудения, а потом и опять все пошло. А когда мы отслеживаем человека, контролируем, регулируем, и проводим коррекцию программы, и когда мы видим результат, который зафиксировался, застолбился, тогда это работа, которая называется АДАЯ. или мы, скажем, НЛП, да, то есть завуализированные техники информационного воздействия, которые используют в бизнесе, в личной жизни, в педагогике и прочее. Тоже есть множество разных школ, есть множество разных программ, где вот так можно делать, то так можно делать, то так можно делать. Чем я уважаю программу, и моя программа заключается в том, что она от АДАЯ, от входа в контакт, до призыва клиента к принятию решения. И процесс воздействия в среднем 3,5 минуты, максимум 5 минут. Но переговоры в силу эстетики, этикета, они могут продолжаться 3-4 часа, но блок информационного воздействия он 3,5 минуты. Есть в психологии понятие, которое базируется на аргументированной информации, то есть обоснованной информацией. Понятие воздействия заключается в том, что аргументированная информация – это неоспоримая истина, то есть туризм, неоспоримая истина. Сегодня кто? Завтра среда. То есть каждый хочет быть здоровым, богатым и прочее. То есть эта информация убеждающая, есть внушающая информация, которая не имеет аргументации. И когда моделирование информации делается тонко, сплетается в косичку аргументированная, обоснованная информация, неоспоримая истина, слушающая информация, тогда эта информация проникает в бессознательную часть мозга. Тогда мы кодируем информацию, и человек воспринимает ее не как сигнальную, а как кодируемую, то есть образно. Тогда совсем другие биохимические процессы происходят в организме. Если мы скажем просто арбуз, да, логическое полушарие воспринимает, оно начинает анализировать, то есть аналитическое полушарие. То есть маленький, большой арбуз, одноцветный, полосатый, кругленький, деформированный и так далее, в разрезе зеленый, неспелый и прочее. А когда мы говорим, задействуя каналы восприятия, большой полосатый арбуз. Мы дали по визуальному каналу конкретный образ, вот такой большой и вот такой полосатый. Логическое полушарие отдыхает, образное полушарие рисует образ. Тяжелый килограмм на 15 по кинестическому каналу дали образ. Только нож в окно, пух, прям лопнул такой спелый. По аудиальному каналу дали образ. Такой аромат и запах свежести. Возбуждающий аппетит, невозможно удержаться, попробовав этот арбуз. Сладкий, прохладный, сочный. В первом варианте мы сказали слово арбуз, когда логическое полушарие начинает анализировать. Во втором варианте, когда мы дали образы, другие биохимические процессы происходят. Слюно-оделительный процесс, вырабатывается желудочный сок. И у человека во много крат сильнее повышается желание обладать этим продуктом, попробовать, вкусить его. Так вот, при заваулированных техниках, при целостной программе, есть ключевая информация. Ключевая информация состоит из двух частей. Первая часть – это образ достижения. Что будет иметь клиент, приняв наше предложение, согласившись с нами? Что он будет иметь? Деньги, социальный статус, какие-то блага. И вторая часть ключевой информации – это пути реализации. Что для этого должен сделать клиент? Оплатить, подписать, позвонить, работать от заряда. Так вот, эта информация, она кодируется. И воздействуя на образное кушарие, она является способствующим фактором. И дает определенный сильнейший посыл на сознание. И оказывает сильный эффект в момент принятия клиента к призыву клиента в принятии решения. Модель информационного воздействия без эволюционных техник, которые называются уличным гипнозом, которые называются станским гипнозом, которые называются психологи информационного воздействия, которые называются нейролингвистическим программированием, заключается в том, что, войдя в контакт, мы должны дойти до конечной точки, которая выражается в призыве клиента к принятию решения. Если мы просто изложили свою информацию и дали визитку, ну вот, звоните. То есть, может быть, клиент был готов, но мы его отпустили. Я хочу еще сказать пару слов о нравственной оценке принципа воздействия. Бывает, люди говорят, что если человек обладает знаниями в области психологии информационного воздействия, корректное это или некорректное, нравственное или ненравственное, он влияет, воздействует, внушает, но мы друг на друга постоянно влияем. Мы стараемся убедить своего ребенка, своих близких, не желая никому знать. У нас есть определенные идеи, у нас есть определенные мнения, которые мы желаем изложить и призвать человека к союзу, к согласию. Поэтому знание психологии – это дисциплина, это наука. Гипнотическое воздействие – это определенный ветвь общего психологического древа. Есть психология восприятия, психоанализ, это психология воздействия. Трансовое состояние, в котором мы пребываем систематически. Поэтому если человек обладает знаниями в области математики, в области географии, то это только плюс. Если он обладает знаниями в области психологии информационного воздействия, психологии восприятия, психоанализа, умения создать психологический портрет, умения профильтровать информацию, просинтезировать ее, отложить какие-то бредни с объективной информацией по поволочкам, почему это может быть безнравственным. Знание дисциплины, знание науки – это является способствующим фактором достижения тех целей, которые мы себе ставим. И способствует наиболее объективно воспринимать ту реальность, в которой мы пребываем. Потому что знание воздействия – это так, что охотник одним выстрелом убивает два зайца. То есть знание принципа, техник воздействия и определенных аспектов психологии информационного воздействия дает нам возможность защититься от каких-то воздействий извне, которые мы претерпеваем, вокруг, то есть из СМИ, из каких-то общений. А везде мы наблюдаем, что люди стараются овладеть знанием психологии. Мы берем и сетевые бизнесы, и определенные пирамиды финансовые, где используются психологии информационного воздействия. Моя книга написана в соавторстве с генералом армии. Ну, Олег, ты знаешь, по званию нашего генерала армии – высокое позвание. О всех видах психотропного и психотронного воздействия. Помимо того, что мы психофизическое воздействие можем оказывать посредством своей энергии, посредством своих знаний и технических приемов, то есть еще есть у нас и психотронное воздействие. То есть это определенные генераторы, это высокая низкая частота, которые способствуют вводить в ходу человека в трансовые состояния. Хотя оператор тоже входит в такое же состояние, потому что генератор он влияет одинаково. И здесь уже важным аспектом является знание процесса внушения. Потому что если ты не знаешь, вы оба находимся в трансе, он может наоборот тебя заколбасить. Если ты использовал этот генератор, это психотронное воздействие, психотропное воздействие, это определенное фармакологическое воздействие. Ранее использовались, например, очень релаксирующие препараты, например, седуксин, то есть с кофеином. Человек находился в состоянии парадоксальной фазы. То есть ему хочется спать, а что-то бодрит, он не может уснуть. То есть снижается волевой эффект, снижается сознательный анализ. То есть если при допросе у человека, ему тяжело сконцентрироваться, ему тяжело обмануть, ему тяжело, как говорится, делать определенные верверияжи, потому что его мозг, да, то есть снижается критичность сознательного анализа. Поэтому также фармакологическое воздействие, оно использовалось, используется. Я хочу еще сказать о том, что в моей книге определенный раздел, который называется «Психофизическое воздействие», он начинается с истории научного обоснования феномена техник мысленного гипноза. И если мы слышим, что да, гипноз изучен еще не полностью, да у нас ничего полностью не изучено, то есть и математика, ничего, жизнь дисконечна, да, то есть и мы на протяжении своей жизни, со своим опытом, да, то есть мы просто удивляемся, да, то есть если бы нам 30 лет тому назад сказали, что вот сейчас ты раз вот с этой штучки, с Америкой будешь разговаривать и прочее, мы бы были удивлены, а сейчас мы сами удивляемся, насколько идет прогресс технический и психофизический прогресс. Поэтому дело в том, что информационное воздействие, оно пребывало, оно использовалось, и насколько, конечно, у нас были определенные запреты, определенные секреты, определенные тайны, которые сейчас есть, да, и, конечно, определенные аспекты, они, может быть, не должны раскрываться, да, полностью все, но какие-то аспекты, я считаю, что они должны не просто раскрываться, Они должны даже присутствовать в среднем образовании, в школе, чтобы ребенок, ученик, юноша или девушка, просто определенные аспекты психологии, которые помогали им удерживать психическое равновесие, и чтобы какие-то маленькие стрессы не вводили их в затянувшиеся депрессии, не приводили их к суициду, чтобы они могли противостоять определенным проблемам, определенным трепонам, встречающимся на жизненном пути, умели их преодолевать. И чтобы они понимали, что любая проблема – это есть аккумулирующий фактор, способствующий нашему развитию. Если у тебя что-то не получается, значит, немножко надо подучиться, немножко надо позаниматься, немножко надо сконцентрироваться, получить знания, получить навык, какой-то опыт, у кого-то спросить, у кого-то узнать. И тогда ты преодолеешь этот препод. Любая преграда – это есть способствующий фактор для нашего развития. Человек должен развиваться, он должен меняться, он должен избавляться от каких-то пороков, от каких-то вредных привычек, он должен совершенствоваться. И, может быть, это и есть то естество божественное. И те какие-то заповеди – вот это не делай, вот это не делай. В чем божественность проявляется? В нашей человечности. И мы наблюдаем эту человечности, она Богом вложена. То есть мы наблюдаем, просто вот смотрим путешественников, приехали в какую-то первобытную общину, и все, они находят там общий язык. И которые, может быть, там три месяца назад были людоедами, но сейчас они для них проводят какой-то праздник, они танцуют, все они не едят, а их, и все равно люди находят общий язык. И, конечно, гармония заключается в слиянии с общей природой, с общим космосом. В космосе у нас есть свет, у нас есть ухма. И, может быть, нужно что-то разрушающее для того, чтобы было созидающее. То есть не может быть хорошего без плохого, не может быть плохого без хорошего. То есть свет проявляется во тьме. И, наверное, предназначение каждого человека – это норма Бога. То есть его предрасположенность и его предназначение. Деревце выполняет свои функции, дает нам кислород, то есть мы даем ему тому углекислый газ для жизни. Оно живет, как мы, оно имеет определенную цикличность, определенный возраст, определенный расцвет, цвет, засыпание, просыпание, расцветание, увядание, засыхание и гнение. Так же, как и человек. В этом есть наше единство. Человек тоже выполняет свои функции. Человеку кажется, что он разумный. И то, что он, независимо от природы, он как бы всевластен. Никаких функций я не знаю. То есть я сам по себе хочу, делаю так, хочу, делаю это. Но есть определенные предрасположенности человека. И может быть, если мы берем расцологию, определенные нации имеют какие-то предрасположенности. Кто-то в творческом плане, кто-то в плане точных наук, кто-то в плане искусства, кто-то в плане воинственности, спорта. Поэтому, наверное, Бог это сделал так. И, может быть, те особенности, расы, национальности, которые есть, они, наверное, могут быть запрограммированы Богом, запрограммированы природой. Кто-то, наверное, должен выполнять функцию и убивать, и быть агрессивным. А кто-то занимается тем, что борется за мир, и всю свою жизнь кладет на то, чтобы бороться за мир и прочее. Поэтому жизнь, она разнополярная. И полярность, она как в психологии, как в природе существует. И, наверное, так оно и есть, никуда от этого не деться. То есть, если мы будем воспринимать мир настолько, как он есть, и стараться наиболее объективно воспринимать ту реальность, в которой мы пребываем, тогда, наверное, нам будет легче добиться тех целей, к которым мы идем, добиться тех результатов, решать те задачи, которые мы стараемся решить. И я хочу сказать, что я немножко раскизал, особствовался, но психология с философией взаимосвязана. Вообще наша вся жизнь взаимосвязана, и все дисциплины, и все науки. Все взаимосвязано. Поэтому одно вытекает из другого и приходит к третьему. И, может быть, жизнь человека, если углубиться немножко в мистицизм, который говорит нам о том, что душа человека воплощается неоднократно, чтобы достичь определенного совершенства в божественном плане. Наверное, это так и есть. И некоторые говорят, как душа эволюционирует, когда он убийца, 27 человек убил. Да, но мы не знаем в прошлой жизни, что у него было. Может быть, он был палачом, и каждый день 5 голов он срубал. Из-за своей жизни 305 голов было срублено, а в этой жизни всего 27 он убил. Поэтому эволюционирует человек, и не эволюционирует, это трудно понять. Каждый человек на разном уровне находится. Поэтому я оцениваю человека, и очень его ценю. Я вижу, что человек на таком уровне был, и сейчас он повысился в 5 раз выше. А другой человек был на том уровне, на котором этот находится. Но он как-то ленится, и на одну ступеньку всего поднялся. И я этого хвалю, что какой-то молодец, и его ценю, и уважаю. А того стараюсь его саккумулировать чем-то, подхлопнуть, подтолкнуть, что как-то ты это. Мне говорят, что он и так на таком уровне. Но нет предела совершенствования. Если человек на своем уровне, он может достиг более высоких уровней, нельзя остановиться. Потому что Бог тебе дал тот потенциал, и ты должен реализовать этот потенциал. Потому что это как бы наша жизнь. Это наше божественное начало. И если мы говорим про реинкарнацию, и говорим про инкарнацию, то есть что будет дальше, я думаю, так как сам я эту тему в своих программах не задеваю, но лично о себе. То есть я являюсь членом ордена Розенкрейцеров. То есть это древний мистический орден Розы и Креста, Дмор. То есть это известное веками учение. И говоря о мистицизме, я хочу сказать, что насколько я понимаю вечность нашей души, она вечно, насколько вечна та система наша солнечная, в которой мы пребываем. Наша душа эволюционирует, как мы там спим, и когда просыпаемся, когда в Розенкрейцах есть такое понятие в 144 года. То есть если человек прожил 44 года и умер, то через 100 лет душа его воплотится заново. Если он прожил 100 лет, через 44 душа воплотится заново. И если он в мирской жизни добился определенного уровня саморазвития и познания законов мистики, то он, овладевает способностью быстрого воплощения и может воплотиться, не говоря о той цикличности общих сроков, которые я сказал. Поэтому каждый человек эволюционирует, это раз, и второй, каждый человек все-таки выполняет ту функцию, которая ему дана Богом. И мы должны это понимать. И знание психологии, знание законов психоинформационного воздействия, знание техники гипноза позволяет нам и фильтровать информацию, и синтезировать ее, и раскладывать ее по полочкам, как говорится, корешкам, гребешкам. И уметь убедить человека и призывать к тому принятию решения, которое будет наиболее эффективным. И уметь помочь, иметь способность и знание помочь человеку выйти из каких-то трудных ситуаций в психологическом плане. И в физиологическом плане, если касается гипнотерапии и физиологических каких-то проблем. Поэтому я считаю, знание техники гипноза дает человеку большое преимущество и способствует его полноценному процветанию, развитию и достижению тех целей, которые он перед собой ставит, и реализации того потенциала, тех предпосылок, которые даны ему Богом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА